В Национальном парке «Земля леопарда» состоялся трейловый забег «Лео Ран». Он собрал около 500 участников. Забег такого масштаба в Национальном парке проходил впервые. «Земля леопарда – это вообще уникальное место для России, потому что это единственная территория, где активно живут, развиваются, размножаются там невосточные леопарды. И сама уникальность проекта в том, что, наверное, впервые за многие-многие годы и вообще в истории мы нашли общие какие-то интересы с федеральной организацией, с заповедником, который по сути своей работает для того, чтобы ограничить сюда доступ. Вот так вот получается, что люди, любящие то место, где они живут, уважающие природу, здесь бегают». Организаторами спортивного праздника выступили беговой клуб «Ран ДНС Ран» и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и генерального партнера компании «Сяоми». «Я считаю, что наша компания плотно, тесно работает над вопросом сохранения птики природы России. Спорт – это всегда очень полезно. И наша компания очень много разработает различные техники, связанные с спортом. Поэтому мы здесь приняли участие». Спортсменам и любителям были доступны 4 дистанции – 3, 5, 10 и 21 километр. Путь проходил по пересеченной местности, склонам высоких холмов и открывал захватывающие панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив, бухты Нарва и Северная и на мосты Владивостока. «Спустя 5 лет мы решили возобновить данное мероприятие, сделать его уровень намного больше, так как мы нашли партнеров, соответственно, бренд «Сиоми» нас поддержал. И сама «Земля леопарда» выступила с инициативой провести это мероприятие у них. Они тоже очень хотели трейловый полмарафон на своей земле. И, собственно, очень много участников за эти 5 лет писали нам на почту, в сетях, чтобы мы возобновили, чтобы мы возродили». Трейловые марафоны – бег по пересеченной и по разноуровневой местности, для которого нужна длительная подготовка. Тем не менее, растущее количество участников на таких забегах показывает, что любители трейл-раннинга прибавляются быстрыми темпами. «Очень тяжелая дистанция, очень много гор. В ту сторону достаточно крутые были подъемы, обратно было уже тяжело ускоряться из-за того, что сильный спуск, и уже не хотелось бы травмироваться, нужно как-то аккуратно спуститься. А так трасса очень тяжелая, плюс еще погода очень солнечная и жаркая». «Решил бегать начать в этом году, как исполнилось 40 лет». «Как вам забег?» «Тяжелый, горки очень огромные, гигантские». «Можете с нами сейчас поделиться вашими эмоциями, что вы испытываете после пробега?» «Я, что я испытываю усталость и какое-то хочется упасть и полежать». «Вы не пожалели соблюдение?» «Нет, конечно, я же выиграла». Участники «Лео Ран» не просто пробежали по территории национального парка, а посмотрели на мир глазами леопарда и прочувствовали его среду обитания. Отметим, что часть выручки от продажи билетов организаторы забега направят на сохранение популяции дальневосточной кошки. Алина Черненко, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Станислав Лаземный. Новости на восьмом.